Здравствуйте, уважаемые подписчики! Глиняная посуда уже много веков актуальна и не просто так это, потому что это одна из самых удобных, экологически чистых видов посуды. Вот такую посуду мы обычно называем глиняной, но не забывайте, что фарфор фаянса – это тоже глиняная посуда, просто глина используется разная. Фарфоровая глина серого цвета, при обжиге она становится белого, а глина, которая используется в посуде, которую мы традиционно называем керамической, красного цвета, вот этот цвет придает ей оксид железа, и при обжиге эта глина становится красной. Глиняную посуду делали очень давно, потому что сам материал, из которого ее делали, глина, распространен практически по всему миру, и посуда не так уж и сложна в изготовлении. Керамическую посуду можно разделить как бы на две большие части – это гончарная посуда и лепная посуда. В основном делают гончарную посуду при помощи гончарного круга. Но есть и так называемая лепная посуда, которая лепит руками. Но вот это ремесло уже довольно-таки давно забыто, хотя вот в самые древние времена, когда еще и гончарный круг-то был не изобретен, посуду лепили руками. Мастера гончарного ремесла всегда были уважаемые, и каждый гончар имел свой как бы фирменный стиль. У кого-то он заключался в орнаменте, у кого-то заключался в клейме. Если это была вот гончарная мастерская, в какой-то местности применялся один орнамент, а разные гончары еще делали и клеймо для того, чтобы их посуда была узнаваема. И бывало, что настолько хорошая посуда, что покупали вот именно такую посуду. Глины также бывают разные, красная глина разная, и поэтому внешний вид гончарной посуды, вот цвет гончарной посуды также может различаться. Любую посуду обжигали гончарную, потом могли еще обваривать, потом могли так называемое делать дымление, вот такой вот черный налет придавать. Применялись и краски, которые не смывались в гончарной посуде. Ну то есть применялись радостные методы не просто украшения посуды, но делали посуду узнаваемой. Вот это нам довольно-таки хорошо помогает изучить быт старых времен, средневековых времен и узнать по черепкам, а хранится гончарная посуда очень долго, какая народность, кто жил в какой-то определенной местности. Вот такая посуда имеет определенную форму, и это не просто так. Вот любой вид посуды предназначался для каких-то определенных нужд. Во-первых, вот для запекания применялись горшки, которые могли бы и в печку поместиться, и хорошо бы стояли в духовке, и в русской печке хорошо бы стояли. Например, вот такие кувшины с узким горлом применялись для хранения жидкости. Во-первых, в такое горло мусор не залетит слишком, потом испарение меньше, и если ходили на источник, то и нести вот такие вот было легче. Ну а молоко традиционно наливали в крынки с широким горлом, вылить легче, налить легче. Есть специальные сосуды, где хранили лук, картофель, чеснок, и хорошо подмечено, что вот в таких глиняных сосудах овощи хранятся намного лучше. И все это из-за свойств вот этих гончарных изделий. Гончарная посуда имеет толстые стенки. Вот если посмотреть, то здесь видно, что стенки довольно-таки толстые, и само по себе стенки вот эти, они пористые. Любое изделие из глины пористое, но фарфоровая глина имеет поры более мелкие, а вот такая вот глина имеет более крупные поры. Конечно, если мы сейчас будем разглядывать, никаких пор мы здесь не видим, они очень мелкие. Для того, чтобы уменьшить пористость гончарных изделий, их покрывают глазурью и эмалью. Ну, а есть такие изделия, которые не покрываются и ничем. Такая вот посуда, она может быть повседневной, а если она богато украшена, то это еще и праздничная посуда. Посуда из глины очень хорошо регулирует тепло. То есть, если вы в длинную крынку нальете молоко или какую-то воду, ну, любую жидкость холодную, она даже в самый жаркий летний день будет в несколько часов сохранять свою температуру, потом начнет очень медленно нагреваться. С другой стороны, если налить что-то горячее, то то, что вы нальете, также будет долгое время оставаться горячим. Вот такая посуда предназначена для того, для приготовления пищи в печке. И тоже не случайно, потому что раньше, кроме печек, никаких больше предметов для изготовления еды-то и не было. Не было ни газовых плит, ни электрических плит. То есть, не было плит с варочной поверхностью, а были печки, где воздух нагревался равномерно. И вот сейчас в современной жизни лучше всего гончарную посуду использовать вот в таких вот равномерно нагревающихся устройствах. То есть, гончарная посуда должна равномерно нагреваться. Она нагревается долго, и здесь происходит даже вот не процесс варки, а процесс тушения. И еда становится более вкусной. А гончарная посуда экологична. При изготовлении глиняной посуды не используется никакой химии. Единственное, что для использования глазури и эмали используется какая-то химия, но все-таки это химия, которая не вредит нашему здоровью. Поэтому, если уж вы хотите очень экологично чистую посуду, то берите глиняную посуду, чтобы она внутри была как можно меньше покрытой эмалью. Но учтите, что тогда она будет более пористой. Гончарная посуда, вот такая вот глиняная посуда, очень хорошо впитывает запахи. Поэтому не ограничивайтесь, допустим, одним горшочком для изготовления тех же рыбных и мясных блюд. Для хранения молока имейте отдельную посуду, для хранения овощей имейте другую посуду, потому что она очень хорошо впитывает запахи. И то, что вы будете помещать туда в следующий раз, будет пропитано этими запахами. Поэтому, если уж вы хотите пользоваться такой вот посудой, то обязательно покупайте несколько предметов и не путайте их. Перед первым применением лучше всего где-то минут на 15 замочить в воде посуду, ну, то есть залить ее водой. А если вы собираетесь запекать что-то, то ее нужно хорошо промыть и стенки смазать маслом растительным. Она пропитается в поры, и тогда у вас блюдо будет, ну, еще более такое тушеное. В керамической посуде, вот в такой глиняной керамической посуде хорошо хранить крупы и другие сыпучие продукты. Также давным-давно известно, что вот в такую посуду не проникают разные жучки и не портят крупы, в этих крупах не заводятся. И очень хорошо хранить лекарственные травы, там они очень долго сохраняют свои полезные свойства. Что не нужно делать вот с такого типа посуды? Во-первых, такую посуду на огонь, вот на ту же самую газовую плиту лучше всего не ставить, потому что эта посуда предназначена для равномерного нагревания. А если у нас будет дно нагреваться сильнее, а верх будет более холодным, то она вот из-за этой разницы температуры может растрескаться. Не стоит, например, брать посуду, ну, допустим, с каким-то блюдом из холодильника и сразу же помещать в раскаленную духовку. Также разница температур приведет к тому, что горшок треснет. И не стоит даже горшок ставить в хорошо прогретую духовку. Положите все ингредиенты в посуду, поставьте в духовку, а после этого ее зажигайте и начинайте нагревание. Для того, чтобы стенки посуды нагревались вместе с духовкой, и тогда вот не будет тоже вот этой разницы температур. Да, немножко, может быть, и минут на 15-20 подольше будет, но мы и применяем гончарную посуду для того, чтобы долго приготовить различную еду. Не стоит использовать такую керамическую посуду в микроволновой печке. Так же может растрескаться. Не стоит заливать крутой кипяток в такую посуду, потому что вот эта вот так же разница комнатной температуры, которая имеет изделие, и крутого кипятка приведет к микротрещинам там внутри. Мы их не заметим. Но они будут, и со временем они все будут все больше и больше расширяться. Лучше всего горячей водой нагреть посуду, а потом уже слить эту воду, а потом уже наливать туда кипяток. Тогда вам посуда прослужит намного дольше. В разновидности керамической посуды великое множество. Из нее сделать можно практически все. Конечно же, это традиционные кувшины, традиционные крынки. Вот такие интересные изделия применяются для того, чтобы тушить мясо, рыбу долгое время в собственном соку. Когда жидкость испаряется из горшка, оно оседает вот здесь на крышке, и вот такая форма крышки не случайно. Она конденсируется и стекает сюда. И в результате вот из горшочка с такой крышкой у нас ничего не улетучивается, все остается в блюде. Очень хорош чай из керамической посуды. И вот не случайно делаются вот такие вот пиалки из керамической посуды. Чай сравнительно долго не остывает, а руки не обжигаются вот из-за толстых стенок и низкой теплопроводности керамической просуды. Ну, не совсем уж низкой, но сравнительно низкой. Хороши тарелки, миски. Причем вот в такой тарелке блюдо можно приготовить в духовке, и из нее же можно и съесть. Очень хорошо хранится вот в таких керамических бутылках вино. Оно долго не выдыхается, не портится и не превращается в уксус. Ну, еще вот очень интересное изделие – это хлебница. Хлеб в керамической посуде будет дышать. Плесень заводится крайне редко, потому что нужно постараться, чтобы здесь завелась какая-нибудь плесень. Но и с другой стороны, очень красивое изделие, которое приятно на кухне иметь. И оно прям не просто сохранит вам хлеб свежим долгое время, но и будет украшением вашей кухни. Ну, и, конечно же, горшочки. В горшочках мы очень любим запекать, и самые вкусные блюда у нас получаются вот именно в керамических горшочках. И вот пример того, что в каждой местности свой орнамент. Горшочек может быть с таким орнаментом. Горшочек может быть и с таким орнаментом. И вот это – изделие разного производства. Конечно же, фаворит на нашей кухне – это фарфор и фаянс. Мы к этому просто привыкли. И в уходе он, наверное, попроще, чем вот такая керамическая посуда. Но все же не стоит забывать наши традиции и пользоваться чистой керамической посудой, в которой мы приготовим еду с минимальным количеством жиров, масла, но вкусную, мягкую и полезную. Ну, а у меня на сегодня все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова